Дорогие телезрители, мы отметили крупную дату, 100-летие образования СССР, и пришли к новому юбилею, 80-летие образования Ульяновской области. Эти даты отмечены в нашем журнале Мономах. Декабрьский номер, читайте, очень интересный, насыщенный. А сегодня в студии мы говорим не только об этом номере, мы говорим, конечно, об этих юбилеях. И пригласили мы в студию известного ученого Надежды Валерьевна Липатова, доцент УЛГУ, наш член редакционной комиссии и много еще очень хороших должностей, которых тоже нужно сказать, конечно, это потому что все связано с тематикой нашего разговора. Надежда Валерьевна, зав. научно-исследовательским отделом Ленинского мемориала и ведущий специалист Института истории и культуры региона. Надежда Валерьевна, мы, наверное, начнем с праздника 80-летия Ульяновской области. Ведь у нас даже сегодня украшают не только ваши книги, которые вы принесли в студию, но и этот замечательный сувенир. Он был подарен журналу Мономах. Как раз тоже это была когда-то юбилейная дата нашей Ульяновской области. И сегодня мы можем говорить об итогах, то, что прожито, какие этапы прошла Ульяновская область, как она создавалась. Вы, наверное, расскажете нам более подробно. Здравствуйте. Сувенир действительно замечательный. И на первый взгляд кажется, что столетие образования Советского Союза и 80-летия Ульяновской области вроде как даты немного разные, разве что происходили в одном географическом пространстве, то есть на той одной территории шестой части суши, которую занял Советский Союз. Но это не совсем так. Ульяновская область, она, в общем-то, официально в Советском Союзе занимала особый статус. То есть кто-то называл ее идеологической столицей, кто-то третьим городом, который официально посещали иностранцы и делегации. Ну, во всяком случае, на пространстве мировом, на пространстве Советского Союза. Я житель Ульяновской области, я ульяновец. Я с родиной Ленина и родиной УАЗиков звучала, в общем-то, достаточно достойно, круто, громко и интересно. Потом добавились Русланы, самые большие самолеты, которые также здесь выпускались. И, в общем-то, нельзя сказать, что вот это вот славное прошлое, оно осталось тут далеко. Это не просто часть нашей истории, это то пространство, в котором мы проживаем сейчас. И, несмотря на все изменения, тем не менее, все, что было создано в период XX века, мы забрали с собой в XXI. Институт истории культуры региона занимается написанием фундаментальной истории края. И начинается это с самой-самой древности, с эпохи камня, и вот заканчивается современностью. И вот у нас в 16-м году вышло такое издание, это Сибирск-Ульянский край в ритмах XX века, в котором мы... Я всем порекомендовала обязательно посмотреть, она у нас есть в библиотеках? Она есть в библиотеках, она передана практически во всей библиотеке региона, в общем-то, собственно говоря, и в областных, и в городских. Оно везде присутствует, есть фрагменты на сайте института, соответственно, располагаются. И я так думаю, что, в общем-то, жители уже во многом знакомы, но я обращу внимание, почему. Дело в том, что мы здесь предлагаем рассмотреть как раз этапы формирования региона. И понятно, что старт, если мы берем именно область, это 1943 год. Но с точки зрения понимания того, как из аграрного региона мы превратились в промышленный регион, все-таки событие уходит несколько раньше. Это процесс эвакуации, и я думаю, что на эту тему были программы, которые были посвящены юбилею этого процесса, связанные с Днем Победы и так далее. Здесь достаточно много прежде об этом говорилось, и на сайте, насколько я понимаю, в журнале писали, и на портале Управда можно с этой информацией познакомиться, и на сайте Государственного архива на весь истории. То есть там тоже достаточно материал большой. Но я говорю только лишь о том, что это стало стартом превращения в промышленный регион. И что любопытно, даже предприятия, которые запускались, у нас очень прочно работала Володарка, в то время это старое предприятие, которое перешло из Симбирской губернии в Ульяновскую область, а все другие запускались. То есть вот запускались, оставлялись, и в то время модель запуска предприятия, она выглядела как работа команды. Может быть, это не совсем корректно, что менеджеров по запуску, но это было действительно так. Приезжала команда суперпрофессионалов, запускала завод и дальше передвигалась. Если брать УАЗ, то та команда, которая была здесь, то есть это директор, главный инженер и технолог, они потом перевезтились в Новосибирск, и дальше двое из них оказались в Минске и занимались уже автомобильной промышленностью Белорусской ССР. То есть это лишь подтверждает, что здесь были люди, это как раз не временщики, а именно те, на кого уложилась ответственность очень тяжелая по запуску этих предприятий. И если брать второй этап, то есть, собственно говоря, существование вот этой субъектности, то важно два обстоятельства. Первое – это переход в промышленный регион, и второе – это когда жители Ульяновской области стали себя осознавать все-таки жителями Ульяновской области, а не симбирянами. То есть в настоящий момент мы соединяем это, поскольку традиционно Симбирско-Ульяновский край, но это позволяет нам, в общем-то, убрать некую локальность, потому что пока мы были в Симбирской губернии, это были одни границы, потом мы превратились в Ульяновский район Средневолжской области, они стали совсем маленькие. Ульяновская область – это вот то, что мы, в общем-то, привыкли видеть на карте и практически присутствуют в очертаниях очень многих ульянских предприятий, которые хотят подчеркнуть, что они находятся именно здесь. Это то, что, в общем-то, мы говорим о, опять же, в терминологических вещах называется региональной идентичностью. На втором этапе субъектности, самостоятельности области есть внутри тоже этап, который запустил совершенно фантастические предприятия. Это авиастроительный завод, это весь практически военно-промышленный комплекс, это и город преобразился, преобразилась сама область, то есть строительство железнодорожного вокзала, аэропорта и так далее. Это столетие со дня рождения Владимира Ильича Оленина. Мы можем по-разному относиться к этой фигуре, история как бы расставляет все по своим местам, но сейчас интерес к нему именно как к исторической фигуре, а не политической, в общем-то, очевиден. Он перестает быть символом, он становится тем политиком, тем историческим деятелем, который жил в определенную эпоху и с ним связан создание советского государства. Но мы еще благодарны очень этому образу за то, что город преобразился в 70-е годы. Конечно. В 70-е годы. То есть город, который должен был быть показан иностранцам, город, который должен был быть витриной, поскольку родина Ленина, она не могла быть, во-первых, там это были и плюсы, и минусы, то есть она не могла выступить, допустим, в религиозном наряде. Этим объясняется, ну, в общем-то, достаточно такая серьезная зачистка храмов, да, которые были, которые исчезли. И то, что они восстанавливают, это тоже здорово сейчас. В то же время он должен был выглядеть достойно и, соответственно, современно. И действительно, те, кто переезжали в Ульяновск, очень многие выбирали в свое время жизни именно потому, что здесь, ну, советский период, наверное, не говорил, что жить комфортно, и городская среда. Такого, может быть, словосочетания тогда, я могу заблуждаться в документах, было оно или нет, но она действительно была комфортна, потому что наличие большого количества детских садов, школ, площадок и так далее, и то, что они возводились одномоментно, то есть это действительно было не просто сначала строительный, там, жилого комплекса или промышленного, а все было достаточно так продуманно. И город этим отличался. Также, возвращаясь к работе нашего института, хотелось бы отметить, что именно за период существования области, как самостоятельной, мы оформились в стран, ну, как бы, в такое состояние, как Ульяновская авиационная столица. Несмотря на то, что словосочетание появилось позже, но, тем не менее, развитие Левобережья немыслимо абсолютно без нового города. И это тот этап, это та еще особенность, которая подчеркивает нашу область. Начиная с эвакуации, заканчивая, по сути, созданием завода, это большие миграционные потоки. То есть Ульяновская область одна, наверное, из немногих, куда приехали люди и остались здесь жить практически со всего Советского Союза. У этого процесса есть обратные элементы, которые мы тоже сейчас, нельзя сказать, что вот тогда было все здорово, и мы сейчас у нас как-то все по-другому. Дело в том, что для людей миграционное состояние было естественным. И поэтому, когда мы говорим о том, что молодые люди уезжают, но ведь это уезжают люди тех, кто когда-то приехали, у них родственники в других местах. И для них состояние передвижения по пространству страны – это естественное состояние. То есть просто иногда объяснять событиями, что потому что где-то очень скучно или чего-то не хватает, это не совсем правильно, потому что нужно смотреть на то, почему это происходит. То есть это действительно, и Левое бережье, я всегда восхищаюсь, потому что… Мы в городе еще ехали, мы же на авиастар вот с супругом приехали, и мы гордились, что мы едем на родину Ленина. И потом вы же приехали не совсем в чистое поле, вы же понимали, что здесь вас ждет, пусть не сразу, но тем не менее, достаточно перспективы и жизни. Мы понимали, что мы едем в город 21 века, предприятие 21 века, тогда, в 80-е годы уже сформировалось такое представление. И, следовательно, опять же, сюда перетекали достаточно, скажем так, амбициозные люди, в хорошем смысле слова. Это вот в этом отношении формирование Ульянской области, как мне представляется, прежде всего население, это вот как раз этот самый симбиоз представителей с разных территорий. То, что характеризует очень часто в основном пограничные, фронтирные регионы. Вот мы вроде бы только фронтиры мы пограничим, были только в 17 веке, когда находились на рубеже расстроения московского государства, освоения этих территорий, и вот находились на страже государства. Потом оказались внутри, вот в сердце, но вот именно эти процессы, они создали вот это уникальное состояние. То есть оно и позитивное, у него есть и, ну, не то что негативное, но и оборотные стороны. Но, тем не менее, это люди, у которых всегда какое-то движение внутри. Это вот очень важно, и за это я очень люблю. В конце ноября Ваш институт провел очень такое большое мероприятие, международный форум, посвященный столетию СССР. И там поднимались вопросы не только истории, да, но и злободневные такие вопросы. Что из этого опыта можно использовать сегодня? Я думаю, что стоит поговорить нам, да, вы в гуще событий были, вы готовили тоже этот форум. Что у вас, что вы считаете самое главное было итогом этих встреч? Ну, для того, чтобы как-то тоже ответить на этот вопрос, нужно немножко отмотать назад. То есть, в общем-то, это не отдельно взятое событие, это часть программы, которая связана с юбилеями Великой Российской Революции, соответственно, 50-летием со дня рождения Ленина и 100-летием Советского Союза. То есть, к тому моменту, когда вообще на горизонте замаячило 100-летие Российской Революции, практически все историки России уже, в общем-то, окончательно утвердились в том, что революция – это не одномоментный процесс, она достаточно длительная, и в том числе и в учебных комплексах, и в всех других появляется термин, который, в общем-то, нельзя сказать, что он очень новый, но он окончательно закрепляется – Великая Российская Революция. То есть, говорили до этого о русской революции, там, русской и так далее, но то, что этот период, он достаточно длительный, с 17-го по 22-й. И вот в нашей области, поскольку человек, который напрямую связан с революцией, созданием Советского Союза, в общем, обойти фигуру Владимира Ильича достаточно, как бы, сложно, мы предложили такую идею – провести вот серию вот этих мероприятий. Но провести мероприятие не просто научной конференции, а провести ее в формате форума. И это не просто модное слово, а то, что соединить научное знание и его продуцирование вот в более широкий контекст. То есть, когда ученые говорят между собой, они, в общем, все прекрасно друг друга понимают, и в ряде случаев это выглядит, ну, как-то на полутонах. То есть, достаточно какого-то намека, какой-то фамилии, какого-то слова, и дальше можно, в общем-то, не распространяться, можно переходить к дальнейшему. И это интересно, но это очень такое закрытое, как бы, состояние. Историческое, российское историческое общество, которое нас не только поддерживало, поддерживало все, как бы, три периода – и в 17-м, и в 20-м, и в 22-м. Не только институционально, но и материально это было. То есть, проект, поддержанный Фондом Истории Отечества, как раз фактически взяло на себя. То есть, не государство, а общественная научная организация, которая сейчас известна тем, что очень широко занимается просвещением, взяла на себя как раз вот эти юбилеи для того, чтобы фактически работать с таким понятием, как историческая память. То есть, увести революционный процесс Ленина и создание Советского Союза из государственной плоскости именно в общественную. И это, ну, мне кажется, это очень правильно. Это очень верно, потому что все-таки государство должно заниматься современностью. Оно должно развивать вот то, что есть сейчас. И если мы превращаем некое прошлое в определенный абсолютный символ, то мы эти пути немного перекрываем. И дать обществу, то есть, 100 лет – это достаточно много. К этому времени мы можем уже извлекать какие-то уроки, мы можем говорить о полезных уроках, мы можем говорить о том, что нужно оставить в этом самом прошлом и не тащить. И уход в общественное обсуждение позволяет избавиться от какого-то, приватизации политического символа какой-то одной политической силы. То есть, вывести это из полиполитической игры, предвыборных кампаний и так далее. То есть, это, в общем-то, мудрое решение. И вот наши форумы – это как раз Ульяновск поддержали. Видимо, вы, как родина Ленина, имеете на это право. Очень много интересных людей приехало. И, конечно, наложил свой отпечаток обстоятельства всевозможные. То есть, у нас как-то вот тут было в 2020 году, в 2022, вот события, которые сейчас происходят. Но, тем не менее, мне кажется, это как раз все-таки очень своевременно. Поры были очень жаркие. Понятно, что сейчас концепция преемственности, и мы можем говорить, что да, это определенный этап развития нашего российского государства на протяжении достаточно длительного периода. Но парадокс состоит в том, что Советский Союз, его создатель, выступил человек, который выступал вообще против государства как системы. То есть, выдвигая на первый план диктатуру пролетариата, которая – это альтернатива вообще государственной системе, поскольку в государство является насилием, и меньшинство господствует над большинством. Это неправильно. Не только в классовой концепции марксистской, но и в государственной системе тоже. Но это было в теории. На практике оказалось, что без государственного аппарата невозможно. И он просто строился на других принципах. Мне кажется, это не совсем верно говорить, что это просто была реинкарнация Российской империи в советском варианте, хотя весь мир, многие как писали, что это была просто Красная империя советская, но все-таки принципы были немножко другие. И это расцвет, по большому счету, и литературы практически всех народов, кто вошел в Советский Союз, не только в составе республик союзных, но и автономных. Это создание письменности, это фиксация всех сказок. Если мы сейчас возьмем, посмотрим сказки народов Советского Союза, то это будут громаднейшие полки в библиотеках. И как бы изданы они были, собраны, вот этот массив фольклора, именно в этот период. То есть это колоссальнейшие достижения. И это не просто отдельно культурная политика, вот просто как культура. Это четкая установка государства. То есть фактически Советский Союз, это не только идеология коммунистическая как такова, это вот совершенно иной подход к национальному вопросу. Это иной подход к культуре, которая, хотя, опять же, наблюдается некий низкий диссонанс с тем, что заявлялось, поскольку мы помним, базис – это экономика, а культура – это надстройка. А если мы посмотрим то, как это продвигалось, то оказывается, что не совсем всегда культура была как надстройка. Да, она должна была обслуживать интересы государства. Ну, в общем, собственно говоря, культура, может быть, слово «обслуживать» не совсем благозвучное, но по большому счету государство действительно создавало новую культуру, которую оно формировало. Оно хотело создать культуру для пролетариев и крестьянства. Оно считало, что дворянская культура – это может быть не слишком хорошо. Но частично создавали ее те же люди, которые получили образование прежде. Те, кто имели отношение к прежней культуре, и красный граф Алексей Толстой, в общем-то, не написал бы ни Петра I, ни «Хождение по мукам», если бы он был исключительно продуктом только советской культуры. То есть вот эта преемственность, она просто не афишировалась, она затушевывалась, и действительно, деятелям культуры приходилось, ну, не всегда легко. Пути были очень разные, и жестокие столкновения сталкивались с таким явлением, как философский проход, это тоже. Но государство шло своим путем, и правильный или неправильный этот путь, ну, это уже другой вопрос. Оцениваем его скорее до сих пор, сто лет еще слишком мало. Но поднималась и культура национальных окраин, очень усиленно поднималась. То есть не было бы вот того, что есть, и переводы, не знаю... А переводческая, да, литература, как поддерживались переводы, ну, конечно, строились и культурные центры, и театры в республиках. Вообще много было сделано. То есть вот, несмотря на то, что шло наступление на традиционные какие-то культурные вещи, тем не менее, то, что создавалось взамен, оно создавалось, ну, с определенным учетом этой традиции. То есть дом культуры фактически, как это некощунственно звучит, это было соединение церкви, по большому счету, то есть поскольку настенные росписи эти, это, собственно говоря, ну, фрески, пусть они будут советской тематики, но тем не менее человек должен был приходить туда фактически как в храм. Храм культуры, храм... И дворцы культуры крупных заводов, они были прекрасны по архитектуре. То есть это были не всегда типовые, особенно вот на начальном этапе. То есть до того, как появились только параллелепипеды, в них вкладывали, в них работали прекрасные архитекторы, художники, оформители. То есть, ну, я не хочу сказать, что это было стопроцентно хорошо. Но к тому, что полностью отсечь то, что было, не учитывать предыдущий опыт, у советской власти не получилось, и в этом тоже у Юфина. А то, что она пыталась, ну, то есть, а как показывает опыт, совсем все отсечь не получается. И в конечном счете мы все равно приходим к тому, что надо соединять. И попытка что-то изъять из истории, ну, в общем, дорого обходится обществом, дорого. То есть это вот как раз столетие СССР, кстати, как раз, ну, и революция, ну, позволяет это оценить. Что цена и плата за какую-то идею, она, ну, в общем, иногда бывает не соизмеримо высока. Это, кстати, вот по большому счету одна из идей, которые вложены в обновленную экспозицию Львовского мембриала. Мне хотелось вот возвратиться к Ульяновской области, да, то есть прежде всего у нас несколько, ну, проектов. Вот, к сожалению, сейчас первый том по археологии находится в печати, вот первые многотомки. Но если брать, вот о ритмах я уже говорила, одно из первых, сейчас это уже, ну, стал почти, практически повсеместным, но от Ульяновской области в 21 веке, издание одной из самых первых института. Татьяна Борисовна Качкина, автор этого дела. Но самое главное, что это впервые фактически была попытка сделать, вот, как развивается в современном состоянии регион. Вот, это отдельная тема, и, в общем-то, в школах это используется, как, взять в случае, дополнительный материал, не только по истории, но и по обществознанию. Большой проект города и поселения Ульяновской области, ну, в данном случае, том посвящен Ульяновскому. Это только первый том, да? Да, это первый, сейчас продолжается работа. Сейчас в макетировании находятся еще три района. То есть, в чем особенность? Дело в том, что эта история населенного пункта – это одна из самых тяжелых историй вообще. Потому что мы можем написать историю даже страны, но когда мы доходим до конкретного исторического пункта, то очень мало бывает материала. И вот в работе с этим проектом мы столкнулись с тем, что у нас неплохо есть дореволюционная история, есть достаточно неплохо где-то в 20-е годы, поскольку был как раз взлет краеведения и востребованности вот этой локальной истории, опять же, на уровне государства. И сейчас вот новый такой вот виток – это тоже очень важно, но абсолютно просевшая советская история после войны. И проект продвигается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, именно потому, что, в общем-то, вот Виталий Владимирович Чешкин отвечает, он занимается этим проектом, кандидат в политических наук очень глубоко уже погрузился в историю региона. И он разработал такую специальную схему для того, чтобы заполнять именно эти пробелы. То есть это станет не просто популярной историей, но самым главным источником к тому, что можно будет воспользоваться им как справочником. Это история по колхозам, по урожайности, по непосредственно промышленным предприятиям, по тем людям, которые там были. То есть это информация, которая сводится. И, опять же, от идеи кратких очерков, окажется, совсем коротеньких, мне тоже пришлось отказаться, но поскольку это очень важно. Надежда Валерьевна, очень многие читатели журнала «Мономак» часто обращаются с вопросом, есть ли у вас, например, материал о каком-то исчезнувшем селе? Сюда в этот проект входит? В этот проект у нас, поскольку проект и так разрастается по томам, то есть информация собирается по исчезнувшим селам, их реестр есть, но, скорее всего, это будет дополнительный, ну, даже, наверное, и не том, поскольку издание всегда это большая сложность, это будет, скорее всего, электронный вариант. И я думаю, что со временем это будет, ну, как бы определенный электронный ресурс, где-то размещенный, где можно будет с этим познакомиться, потому что с этим, конечно, речь об этом идет. И институт у нас занимается энциклопедическими проектами, это, ну, как редактор вот этих вот двух энциклопедий, там, редакционная коллегия большая, но редактор, главный редактор Татьяна Борисовна Качкина, это Ульяна Скалиционная энциклопедия, и вместе с предприятием Марс это Сибирско-флотская энциклопедия. То есть достаточно такие сложные в реализации проекты, потому что энциклопедический текст, он очень короткий, очень емкий, и в то же время в нем нельзя увезнуть от какой-то даты, вот с каких-то событий. Чем они интересны? Тем, что фактически о многих, поскольку флотская история связана с военными предприятиями, да, ну и частично авиационные тоже. Вот совсем в открытом пространстве в ряде случаев добыть такую информацию просто невозможно, потому что, ну, предприятие закрыто, и так как Марс, вот к его юбилею это делался, предприятие очень активно в этом участвовало, то есть они выпустили, собственно говоря, время выпуска вот такого, в такой прекрасной книге, именно как на мелованной бумаге с прекрасными иллюстрациями, это вот все было как бы сделано предприятием. И, естественно, та информация, которая, все тексты, ну, как бы сверены, выпущены, и здесь это может быть вот просто даже информацией дополнительной. Это вот если похвастаться. Вы молодцы, действительно, делается очень много, эти книги идут в народ, они востребованы. У нас вообще область такая особенная. Сколько я работаю в журнале, столько удивляюсь, как люди ценят историю своего региона, своего города, своей области, села, с каким интересом они относятся вот к каким-то событиям давним. Я думаю, что точно... Я очень много сделал для того, чтобы вот возвратить интерес к этому делу, то есть и он действительно востребован. И самое главное, что, ну, во всяком случае, где найти, то есть, да, начинается когда перечисление, то есть, да, а это в Мономахе вот тоже будет. То есть это здорово. Ваша научная работа начиналась с журнала Мономах еще очень-очень давно. Я должна сказать телезрителям социалистических лет. Уже тогда было понятно, что вы пойдете в науку и много вы добьетесь. Дорогие телезрители, с нами была Надежда Валерьевна Липатова, кандидат исторических наук, человек разносторонний, интересный, развитый. И ее публикации вы можете увидеть не только в книгах, которые издаются Институтом истории и культуры, но и в журнале Мономах. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok